Не садитесь, я обычно так не делаю, но сегодня хочу предложить, чтобы перед проповедью мы помолились одной короткой особенной молитвой. Господь и Бог, мы благодарим Тебя за это чудесное время, в которое мы собрали свое имя Твое. И я, Господи, хочу сейчас попросить за собравшихся здесь, пускай никто не уйдет таким, каким он сюда пришел, пускай, но каждый изменится в Слове Твоем. Аминь. Присаживайтесь, присаживайтесь. Хочу рассказать одну историю. Несколько лет назад со мной произошла одна история, не могу точно сказать, 4 или 5 лет назад. Знаете, один из понедельников, с самого утра, магазин наш только открылся, и один брат из нашей церкви зашел в наш магазин по своим делам, буквально на 2 минуты. И когда он уходил из магазина, я стоял на улице, на крыльце, на пороге магазина, знаете, в таких своих каких-то мыслях тяжелых. И этот брат остановился возле меня, говорит, о чем думаешь? Я говорю, ну, а то свои мысли такие тяжелые. Он меня обнял и говорит, благословляю тебя, пусть тебя Бог благословит и даст тебе хороший день. Вот это вот я дословно передал вам эту молитву и ушел. Я пережил благословенный день в тот понедельник, действительно хороший день, во всех отношениях благословенный. И когда я потом думал над этой ситуацией, знаете, а я к этому времени уже там 10 или 12 или 11 лет был в церкви, я подумал, что 10 пальцев на двоих моих руках хватит, чтобы пересчитать вот такие подобные ситуации, что кто-то когда-то вот так вот меня просто благословлял или желал чего-то доброго мне. Несколько дней назад я этого брата спросил, или он помнит эту ситуацию, он ее не помнит. Это свидетельствует о том, что этот человек делал так много раз. Если бы это был какой-то особенный случай, он бы его запомнил. Когда я подумал о том, а сколько раз я поступал так, то тогда уже не две руки, тогда уже пяти пальцев хватило бы. Это коротенькая история, просто чтобы мы настроились на тему моих сегодняшних размышлений. Благодарю Бога за то, что я могу на этом месте быть и делиться с вами своей верой. Открывайте Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 по 35 стих включительно. Евангелие от Луки, 10, 30 стих. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, и зранили его и ушли, оставив едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и увидел его, прошел мимо. Так же и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, и сжалился. И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему позаботься о нем. И если издержишь что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Неоднократно мы читали эту историю, и мы все очень хорошо знаем это место. И вы все знаете, что когда мы читаем эту историю, принято с неодобрением оценивать действия священника и левита, и с одобрением оценивать действия того самарянина, который проходил мимо. Не буду вдаваться в эти аспекты, вы уже и так об этом знаете. Скажу лишь то, что та история, которую рассказал Иисус, это была, возможно, даже не притча, а реальная история. Я читал о том, что на этой дороге действительно случались такие происшествия. Она получается в ущелье между двух гор, между двух возвышенностей, и там очень удобно делать засаду напутников. И я думаю, друзья, я думаю, если бы у нас была возможность опросить свидетелей этого преступления, а именно священника и левита, мы бы могли услышать от них вразумительное объяснение, почему они так поступили, почему и один, и второй прошли мимо. Я думаю, что каждый из них нашел бы какие-то аргументы, они бы не молчали просто. И священники и левит были представителями духовенства, святые люди. Самый ранен был просто человек, о котором мы не знаем, кто он был, купец он был или просто прохожий. Не знаем, кто он такой был. Знаете, есть два вопроса, и если я их вам задам, я уверен, что на один вопрос не ответит никто, а на второй вопрос ответят даже дети. Вот если бы я вас спросил, если бы я вас спросил, из трех людей, которые проезжали мимо этого израненного, священник, левит и саморанен, кто был самый святой? Не трудитесь, мы не знаем. Мы можем предполагать, но мы не знаем, кто из них был самый святой. Следующий вопрос очень легкий, а кто был добрый из них трех? Даже дети ответят, добрый был саморанен. Вы знаете, священники левит, возможно, они были святые, но точно были недобрые. Была ли какая-то польза от их святости, от их духовности, тому человеку, который лежал там израненный, мимо которого они ехали. Но доброта проезжающего мимо саморанена спасла ему жизнь, потому что в Евангелии от Луки мы читаем, что оставили его едва живым. И мы не знаем, возможно, бы еще какое-то время он бы там полежал, еще один, второй мимо него проехали, и уже не было бы кого спасать. Один из ключевых вопросов сегодняшнего дня, который я хотел бы задать. Скажите, а вы встречали вот в сегодняшнем, в сегодняшнем дне вашей окружающей жизни святых, но недобрых людей? Святых, но недобрых людей. Я встречал. Знаете, скажу вам больше, к нашему большому сожалению, мы бываем такими людьми. Знаете, если вы проанализировать нашу жизнь, что получается у нас легче, а что дается нам сложнее. Обличить, наставить, наказать, осудить, нам дается гораздо легче, чем понять, послужить, подставить плечо, наставить, понести чью-то нужду, поучаствовать в чьей-то жизни. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Я сейчас не осуждаю святость, я сейчас хочу говорить о том, что очень часто в нашей жизни получается так, что мы путаем местами, мы святость показываем людям, а доброту Богу. Мы перед людьми хотим казаться святыми, а перед Богом добрыми. Скажите, какая будет польза окружающим нас людям? Теми, с которыми общаются с нами каждый день, если мы будем святыми, но не добрыми. Есть, возможно, кто-то, кто помнит наизусть стих, который записан в Евангелии от Иоанна 10-11. Кто-то помнит, как там написано? Как? Написано, я пастыр святой. Написано, я пастыр добрый. Пастыр добрый полагает жизнь свою за овец. Христос сказал эти слова как иллюстрацию. Послушайте, проще иллюстрации не придумаешь. Пастухи и овечки. Вы представляете, какая большая честь была бы для овечек, если у их маленького стада был бы святой пастух. Действительно честь. Но знаете, что в этом не было бы для них никакого резона. Потому что овечки, маленькие овечки беззащитные, овечки глупые. Они нуждаются в добром пастухе, который перенесет через бурлящий поток, который проведет к злачным пажитям. Мы должны носить на себе или отражать образ Христа. Мы должны носить на себе образ от этого доброго пастыра, в котором имеют нужду окружающие нас люди. Знаете, сейчас я хочу рассказать еще несколько историй, которых участником или свидетелем я был. Две недели назад мы с семьей отдыхали на море. Нам посчастливилось побывать в таком удивительном месте, где нету наших соотечественников. Вообще нету. То есть нет вообще. 95% отдыхающих этого отеля были граждане Австрии. А это означает то, что все в этом отеле было под линейку и по звоночку. Порядок. И никто не нарушает мою личную зону комфорта, а значит я в полноте могу проявить свою святость. И вот в один из дней произошла такая ситуация. Я с средним своим сыном поднимался на горку, водная горка, с которой спускаешься в бассейн. Кто из вас никогда не спускал, я вам расскажу, как это происходит. Там такой маленький светофор стоит, на нем есть красный и зеленый свет. И когда тот, кто перед тобой спускался, уже съехал, загорается зеленый свет. За нами поднимался подросток, он мне сразу не понравился. Когда мы со Святославом спускались с этой горки, мы еще до воды не доехали. Стоит такой удар мне в спину двумя ногами. Я аж перевернулся там в тот бассейн, развернулся к этому мальчику, высказал все, что я объяснил ему, вернее, как правильно надо съезжать. Красный и зеленый свет, red, green, глаза, говорю, смотреть. Я некрасиво с ним говорил, меня уже Дух Святой обличал. Это было только начало истории. Когда мы на следующий день пришли к этой горке, за нами стоял опять этот мальчик. Я попытался его пропустить, и я сразу заметил, что что-то не так с этим юношей. И так получилось, что мы с ним познакомились, оказалось, что мальчика зовут Иван, он из Закарпатия. Вот тот единственный, единственных две семьи украинцев, которые попали в этот отель, была наша и та семья. У мальчика было ДЦП и нарушение речи, то есть он тяжело ходил и разговаривал с нарушениями. И когда мы разнакомились с этим мальчиком, мальчик оказался необычайно позитивный и добрый ребенок. Кандидат мастера спорта по плаванию, кандидат в сборную Украины по плаванию. И мы с ним подружились, мы с ним спускались с той горки. Он, конечно, неоднократно еще припечатал меня ногами по той спине. И познакомил я его потом с другими своими детьми и с женой. И так вот несколько дней мы встречались там на горке и мы общались. И через несколько дней я понял, для чего была эта встреча. Когда я проходил мимо бассейна, там в бассейне стоял мужчина, он меня кликнул, такой, умножьте меня на два. Тоже Иван Иванович, отец этого Вани, позвал меня, говорит, вы та семья, яка подружилась с Ваней, я кажу, да. Я спустился к нему в бассейн, мы познакомились. И я час, вот там стоя в бассейне, час времени говорил с этим человеком о Христе, говорил с ним о Боге. Я хочу задать вам вопрос, как вы думаете, так же охотно ли бы он меня слушал, если бы я не проявил доброту к его сыну? Может быть, да, может быть, нет, мы не знаем. Но я знаю одно, что он приехал туда отдыхать, он не приехал слушать там спускающихся по горке проповедников. Он стоял там в бассейне, но его сердце было открыто. Следующая моя история, может быть, немножко с другим концом, тоже реальная абсолютно. Одна молодая семья с детьми, христиане, жили на квартире, уехали с этой квартиры, и туда въехала другая семья, тоже христиане, тоже с детьми. И вот через какой-то промежуток времени, через какой-то промежуток времени соседи встретились. Вот тот вот брат встретился со своими старыми соседями. Очень теплая встреча была, они пообщались. И тот браток спрашивает, как, все ли хорошо с соседями. Так все добре. Они говорят, ну, слава Богу, потому что я переживал, это тоже верующие люди. Сосед пришел, верующие люди? Говорят, а что, что-то не так? Та не, все добре, они витаются, все нормально, но они в подъезде не прибирают. Каша, ваша дружина завжди прибирала, а они нет. Разговор зашел там дальше в другое русло, не знаю уже, о чем там дальше они говорили. Но я хочу задать вопрос или просто задать вам тему для раздумий. Когда встанет такая необходимость или возникнет такая возможность говорить о Христе? Кого они будут слушать? Послушайте, ну, может быть, никто там не убирал в том подъезде до того и после того. И вот только те верующие люди, которые там временно оказались на той квартире, вот они убирали. Такая мелочь, я не знаю, это много вообще стоило или мало? Вложение средств в силу силы. Не, немного. Но простое участие в жизни этих соседей, оно расположило их сердца. В вот этом вот убирании они увидели вот тот образ доброго пастыра. Послушайте мне внимательно. Я хочу, опять же, я буду это несколько раз говорить. Я хочу, чтобы вы правильно меня понимали. Я не призываю, чтобы вас, чтобы вы добрыми делами достигали какой-то next level, следующий духовный уровень или наживали какую-то святость. Откройте послание Ефесян, 2 глава, 10 стих. Ефесян 2, 10. Давайте вместе прочитаем, что Бог повелевает нам совершать. Ефесян 2, 10. Послушайте, это не наша прихоть или не по нашему желанию. Мы склонны о себе думать, каждый человек склонен думать о себе лучше, чем он есть. И я в том числе. Мы склонны о себе думать, что никаких изменений больше нам не требуется. Вот однажды мы покаялись, вышли сюда, да? И мы автоматом стали добрыми. Друзья, это не так. Мы каждый день должны преображаться. Послушайте, в моей жизни я... Короткий пример. Каждый день я выпиваю одну чашку кофе. Кофе с молоком, не крепкое, а и всего одну. И вот одно и то же кафе я захожу. Мне понадобилось полгода, чтобы заставить себя научиться после того, как беру эту чашку, не только говорить спасибо, а желать хорошего дня. Я думаю, Господи, почему так тяжело сделать что-то доброе кому-то? И почему так легко, когда тебя там обидели как-то еще что-то, или там какие-то обстоятельства такие, как легко сделать что-то недоброе? Если сейчас, слушая мою проповедь и читая те слова из Библии, которые, я верю, не оставят вас безразличными, вы делая анализ своего сердца, видите, что вы нуждаетесь в изменениях, я хочу несколько практических советов дать. Послушайте, не получится, не получится, не получится без вмешательства Бога, Духа Святого, и Библии просто так взять, щелкнуть пальцами, выйти из этого зала после того, как закончится богослужение, и творить добро. Есть определенная последовательность, или есть определенные шаги. В первую очередь, знаете, очень жаль, но бывает так, что мы несем какое-то служение, мы готовы служить людям, готовы помочь кому-то, готовы бабушку через дорогу перевести, но мы недобрые по отношению к своим детям, мы строгие, мы недобрые по отношению к своей жене, мы недобрые по отношению к своим сотрудникам. Давайте, первое, что вы должны сделать, в послании к Тимофею сказаны такие слова, если же кто о своих, и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Первое, что вы должны сделать, начните молиться, и начните быть добрыми по отношению к своим близким. Пускай ваша жена, ваш брат, ваша сестра, муж, отец, ваши домашние, ваши дети, пускай они первые увидят тот образ Христа, который вы носите в вашей жизни. Не в ваших словах. Люди слушают наши слова, но люди вместе с нашими словами читают также и наши жизни, смотрят на наши жизни и на их плоды. Итак, первое. Ваши близкие по отношению к вашим близким. Начните. Начните с себя, начните с тех людей, которые рядом. Апостол Павел в послании к Галатам, в 6 главе, в 10 стихе, говорит такие слова. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверят. Друзья, к сожалению, еще один факт, который можно констатировать. Никто не бывает, к сожалению, очень часто так безразличен к верующим людям, как другие верующие люди. И так будем делать добро всем, и мы делаем. А наипаче своим поверят. Молитесь о том, чтобы видеть нужды братьев и сестер, участвовать в их жизни. Знаете, бывает так, когда Вадим Яковчук перед собранием или после служения подходит к тому или иному брату, уже сердце прямо сжимается. А не дай Бог что-то попросит, какой-то ящик поднести, или кого-то завести куда-то, или кого-то подвезти куда-то. Братья и сестры, если есть так сегодня в вашей жизни, покайтесь. Следующее собрание, не дожидайтесь, пока он подойдет. Подойдите к нему и спросите, кого можно куда-то подвезти, или чем можно послужить. Не только одного человека в церкви Бог призвал служить друг другу. Он нас призвал к этому. Я буду заканчивать, завершать свою проповедь. И я хочу попросить вас, для того, чтобы я был уверен на 100%, что, слушая меня, вы сделали правильные выводы, и читая Библию, вы сделали правильные выводы. Я хочу вас попросить, я зачитаю стих из Евангелия от Матвея. И если вы со мной согласны, просто скажите Аминь вместе со мной. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. господи ничего нету доброго в нашей жизни кроме как от тебя господи ничего нет такого чем бы мы могли господи похвастаться или приблизиться но ты господи слово твое и жертва твоя которую ты явил нам боже я так прошу тебя за каждого из нас и в первую очередь за себя господи чтобы это слово оно изменило меня и чтобы оно в моей жизни давало плод в жизни церкви давало плод чтобы мы служили этому миру чтобы мы были тем добрым господи чего так не хватает этому миру и в чем он нуждается прошу тебя во имя Христа аминь